Так, что это за ситуация? Непопытно. У меня день рождения, что ли, получается? Да. Тебе маленький презент на кусочек сыра. Спасибо большое, Сианя. Так. Непопытный знакомый. Так у меня прическа. Да. Итак, мое желание. С днем рождения тебя поздравляю. Спасибо. Мы тебе желаем исполнения мечт. Да. Самых сокровенных. Самых шиванных. Много что было. С днем рождения тебя. Да. Пипец, ребят. 12 декабря. Уже вечер. Я не успел сходить в душ, потому что я понял, что я опаздываю в аэропорт. Жопа. Я собрал рюкзак минут за 15. Вроде ничего не забыл. У меня был список. Вроде я все сделал. Дай бог. Главное паспорта с собой и деньги. Ну и слава богу. Сейчас, короче, бегу в Тинькофф. Положить наличку на карту. И буду вызывать такси и ехать в аэропорт. Надеюсь, успею. Посмотрим, что там с регистрацией. Вылет в 9. Аэрофлот меня летит. Все, короче, деньги я положил. Для банкомата сбегал. Жду такси сейчас 5 минут. Uber едет. Ехать пишет. Наверное, часа полтора где-то. Стоит 3 тысячи. Вообще жопа. Но у меня выбора нет. Фух, короче, время 7.16. 19.16 получается. Я в аэропорту. Шерементьево. Терминал Си. Вот. Тут есть Макдональдс. Я сегодня понял, что я за весь день ничего не съел. Только вот горсточку овсянки, по сути. Но еще я ничего не успел. Ладно, сейчас планирую туда забежать. В принципе, времени впритык. Вот, жду лифт, чтобы сделать переход из терминала БФЦ. Кажется так. Или с парковки. Я не понимаю вообще, где я нахожусь. Офигеть, тут лифт огромный, здоровый. Решение вверху. Сейчас мне нужно принять обязательно таблетку от укачивания. А то в прошлый раз моего полета это было просто жесть какая-то. Я два дня потом валялся. Я не понял, что это было. То ли отравление, то ли акклиматизация. Непонятно. На всякий случай приму таблетку. Прошел я первый контроль. Короче, процветили рюкзаки и сумки. Все из карманов нужно вынуть. Это вон там вот. Я сейчас все еще в туннеле между двумя терминалами. Точнее, между парковкой и между терминалом Си. Йоколомоне. Какое здоровое пространство. Кайф. Для меня это путешествие. Я в одиночку первый раз еду куда-то. Лечу. Что делать-то? Куда смотреть? Так, это я вот по табло нашел. Ни хрена себе часы. Я по табло нашел очередь, значит, вот этой вот нашей регистрации. У меня, в принципе, онлайн регистрация. Я ее вроде как прошел. Я, в принципе, нашел, где мой выход. Так называемый гейт. Вот. А сейчас я хочу, раз есть время, что-нибудь покушать. Макдональдс здесь я не нашел. Зато я вижу крошку картошку. Взял себе картошку, короче, за 400 рублей. Ну вот, сейчас поедим, наконец. Так, в принципе, я поел. Так гораздо лучше. Я тут заметил, что есть, оказывается, какая-то грин-зона и ред-зона. Здесь нужно какие-то товары декларировать, а здесь не нужно. Без понятия, что это такое. Кстати, у меня нет обратного билета и даже брони. По идее, в Таиланд нужен обратный билет. Я лечу без визы, я лечу, типа, по факту, буду все делать. Визу по прилету, в смысле, на 45 дней. Но там нужен, по идее, по идее, там нужен обратный билет. Но у меня такого нет. Потому что я не знаю, как сложится. Может, я захочу раньше оттуда лететь. Я не хочу покупать билет, даже если он возвратный. Все равно, типа, ну, это дороги, наверное. Вот. Поэтому посмотрим, как сейчас в Москве что скажут. Ну, если что-то скажут, придется купить, наверное, тогда, да. Ну, получается, что не спросили. Спросили только, сколько денег я везу. Сейчас, наверное, придется раздеваться. Хотя у меня низкие, в принципе, ботинки. Так, значит, внутренняя граница пройдена, я так понимаю. Там эти вот гейты. Все автоматизировано, отпечатки пальцев автоматизированы. Сканеры паспорта тоже автоматизированы. Сейчас уйдем, наверное, вот в эту дьюти-фри-зону. Да, я прав. Вот что-то я помню все-таки. Итак, мы в зоне дьюти-фри. Тут все красиво, симпатично. Я хочу себе обязательно сейчас купить бутылочку воды. Написано, стоит 1 евро. Не знаю, как они принимают оплату. В рублях, я надеюсь. По курсу конвертируется можно с рублевой картой оплатить, в принципе. 72 рубля за воду вышло, это 1 евро. Принял я таблеточку авиамарина. Только что, буквально. Вот это скорость. Вот это я понимаю. Прикиньте, я бы так ходил. Большой такой самолет, однако. Я уже две таких секции прошел. Короче, летим по Москве сейчас часов 10. Взлетели нормально. Не стремно, не страшно, кайф. Я практически уснул уже. Надеюсь, сейчас получится поспать нормально так. А утром, по факту, уже получается прилетим дальше. Будем думать, что делать дальше. Нам, кстати, еще повезло. Лечу только я. Тут никого нет. И тут парни. Шайдин есть. С ним уже поболтали немного. Любопытно. Надеюсь, это моя очередь. Короче, прошел я контроль. Вот, экстендж. Поменял я 100 долларов. По курсу 32.07. Получается, это где-то 3207 бат. Ровно. Вот. Пока я не разбираюсь в этих бумажках. Для меня это просто бумажки. Очень странное ощущение. Так, ну, короче, вот оттуда сверху я спустился. Вот тот зеленый обменник как раз. Здесь можно симки купить сразу. Тут забрать багаж. Но багажа у меня нет, так как я путешествую налегке, по сути. Я бэкпекер. Вот. Сейчас, наверное, симку надо купить сразу. Кстати, на обменниках везде написано no fee. Это значит, что нет комиссии за транзакции. Это так. Я просто гуглил это. Я не знаю уже ничего. Вот такие тут, в общем, тарифы есть. Можно купить симку. Сразу в аэропорту. Нашел еще одного оператора. True 5G называется. Здесь, в принципе, цена такая же абсолютно. Вот 30 дней. Вот 30 дней. Unlimited 5G интернет и все такое. В принципе, зашибись. Ну, там столько же было. Наверное, возьму все-таки здесь в True Wi-Fi, потому что у них самый богатый стенд. Не знаю. Хочется здесь взять. Хотя мне там девчонка очень понравилась. Ну, тайка. Хотя они все тут дружелюбные, я думаю. Для туристов так особенно. Так, ну, в общем-то... А, да, что? Летел-то я 9 часов. Нормально. Сидя. Спал, не спал. Кормили вообще хорошо, кстати. Два раза кормили. Я с кайфом поел. Ну, то есть, вообще... Вообще полет прошел очень даже очень. Не то, чтобы никогда из Авгазии летел обратно. Короче. Купила симку. True 5G за... Ну, за тысячу бат, считайте. Уже вставили в айфон ее. Прямо они вставили сами. Там что-то настроили, все дела. Интернет мне подключили сразу. Вот. Мою старую пришлось вынуть, потому что в айфонах сейчас одна симка только доступна. Ну, в моем 11-м, по крайней мере, так. Вот. Я ее, наверное, засунул в свой другой телефон. Пусть будет. Пусть будет. Вот. А сейчас я вообще ищу посадку на автобус, который идет из аэропорта куда-то. Потому что мне бы доехать хоть куда-то на самом деле. Кстати, вот так выглядят тайские денежки. Итого наш бюджет уже 2 400 с копеечкой. Блин, капец, ребята. Так, ну, эксчейнзер здесь повсюду, сразу скажу. Английский я пока не особо понимаю, да? Но, как и ожидалось, в принципе. Я же ни разу ни с кем не разговаривал нормально на английском. Что-то хотел сказать. А, штамп поставили, паспорт. На 45 дней ровно получается. Ну, включая сегодняшний день, соответственно. Вот. Соответственно, через 45 дней я должен отсюда вылететь. Куда-то. Не обязательно обратно. Что для этого потребовалось? Потребовался для этого только паспорт и билет. Билет сюда. То есть обратный билет у меня никто не спрашивал. Ни в Москве, ни здесь. Хотя я знаю, что многие рекомендуют иметь бронь, иметь распечатку обратного билета и все такое. У меня этого ничего не было. Потому что я не знаю, какие у меня планы даже. Вот. Поэтому я не хотел покупать обратный билет сразу. Ну, и слава богу, что все так довольно просто. Ёкаламане, как тут жарко. 30 градусов. Жесть. Я в другой стране, ребята. Охренеть. А, ну я на ней вообще-то нахожусь. Вот она. Это остановка автобусная. Так, а где билет купить? Наверное, прям там, скорее всего. В общем, поймали мы такси. В итоге едем сейчас до центра, получается. Хочу зайти в торговый центр, чтобы поменять немножко местную валюту, так сказать. В итоге еду на такси, потому что вроде как говорят, что автобусы тут не останавливаются. Не знаю, правда это или нет, но цена, в принципе, хорошая. Вот, 650 лат получилась. Так что, в принципе, очень даже нормально. По крайней мере, с мужиком, с которым я летел в самолете, он просто местный более-менее. Он сразу посмотрел примерные цены по маршрутам. Вот, и в принципе, это хорошая цена. Надо решать уже вопрос, где я буду ночевать, потому что я же не знаю. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Фу, доехали мы минут за 40, наверное, где-то. Доехали до торгового центра Central Phuket, получается. Я сейчас пойду туда внутрь, постараюсь поменять там деньги где-то. Возможно, там курс более выгодный, судя по слухам. Ну, понятное дело, в аэропорту курс будет не такой выгодный, как мне в аэропорту. Я, кстати, вижу Макдональдс, да, вон буква М знаменитая. И я по дороге, как мы ехали, видел все-таки автобусы. Скорее всего, ну, конечно же, они ходят. Конечно же, вам все будут говорить, что автобусов здесь нету. Здесь есть только такси. Ну, вот так получается, короче. Не беда. Такси, кстати, обошлось мне 650 бат. То, в принципе, то же самое, если заказывать через приложение Grab. Вот. Даже на 2 бата дешевле вышло. Вот. А автобус я почитал в интернете, уже сидя в такси. С кондиционером, зато за 40 минут, а не за полтора часа. Автобус стоит 100 бат, либо 200, смотря куда надо. На пляже, то 200, кажется. Если вот старый город получается, то 100, если я не путаю. Короче, в интернете найдете, если понадобится. А я пошел менять деньги, и мне нужно срочно снять с себя какое-то жилье, переодеться, потому что я выгляжу как типичный вообще турист. А мне жарко, я еще в подштанниках. О да, сразу чувствуется, что тут все под кондиционерами. Так, мне нужно на самый верхний этаж. Кушать я, кстати, пока не хочу, так что с этим, я думаю, повременим. Сейчас основное, это привести, наверное, себя в порядок как-то. Хотя бы где-то обосноваться, бросить вещи. А потом можно уже пойти погулять. Магазинчики вижу знакомые, Adidas и все такое. Но, кстати, много такого довольно-таки, что у нас называется элитного. Ну, типа Гуччи. Я даже не знаю, где в Москве есть бутик Гуччи. Вот я смотрю, много тайских надписей везде. И ничего не понятно. То есть, где-то как бы ты смотришь и не понимаешь, что написано. Выручает только знание хоть какого-то английского. Вообще, пытался с таксистом поговорить, но получалось довольно нелепо. Он за время переспрашивал, а я за время не понимал. Смешно. Так, ну пока я не вижу никакого эксченджа. Вообще никакого. Возможно, я вообще даже не в том-то ценах хожусь. Хотя, это чем-то похоже на туннель. Тут просто их как бы дорогой разделили. Если снаружи смотреть на этот торговый центр. И вроде бы над этой дорогой был туннель, по которому я сейчас, наверное, и иду. Короче, можете считать, что это местный авиапарк. И давайте сразу договоримся. Цены, которые я буду называть в БАТах. БАТах. Вы можете просто умножить на 2 и будете получать рубли. О, как мы попали на концерт живой. Новогодний, там детишки. Блин, я угораю. Что за хрень? Блин, все-таки был. Мое зрение меня не обманывает. О, я вижу лестницу. Да. Теперь я знаю, куда нам идти. Присел я тут в ТЦ-шке. Надо было по работе, короче, скинуть файлы, которые я обещал. Вот только сейчас смог. Под контейм, кстати, вообще не жарко. Ой, не холодно. Я вот в подштанниках все еще, да? В рубашках. Вон вижу еще один обменник. Сейчас сравню там курсы с тем. Посмотрим, где выгодней. И нашел, кажется, отель на Букинге. Пойду смотреть его вживую. Тут, в принципе, песком до него минут 10, наверное, а то и меньше по прямой. Вот, вдоль дороги. Спрошу у них, что по ценам. Если дороже, то закажу через Букинг. Забронирую, точнее. А оплачу наличкой. Батами. Нашел все-таки здесь еще более выгодный курс. Соответственно, 34,55. Если через доллары. Вот. Там на 0,05 дешевле было. Или дороже. Я запутался. Value Plus отменник называется. Есть. Поменял я 300 баксов. Этого должно хватить на недельку на отель. Ну, например, на еще одну недельку на отель. Ладно, если серьезно, то на отель и на еду получается. Я пока с ценами, конечно, плохо ориентируюсь. Главное, что сейчас мы сможем что-то снять уже. А это уже хорошо. А то хочется помыться. Я тут нашел в торговом центре АИС. Посмотрим, сколько здесь стоят тарифы. Угу. И снова жара. Вот там, кстати, какой-то рынок, я не знаю, байков или что это. Или это парковка. Декатлон, кстати, ни хрена себе. Так, куда-то я тут иду. Пока не пойму, куда. Да, машин вроде нет. Кстати, я тут заметил, что... Смотрите, улитка. Улитка размером кинг-сайз. Я тут заметил, что очень много всяких машин, больших именно. Типа пикапов, таких джипов. Короче, вроде бы и похоже чем-то на Far Cry. Игра такая компьютерная. Но слишком как-то все равно все цивилизовано пока что. Пока что. Возможно, я в таком районе. Ну, конечно, это же все-таки город. Вот когда я доберусь в какие-нибудь райончики подальше или попроще, вот там да. Но сейчас мне нужно время, чтобы немножко, наверное, прийти в себя. Хотя, в принципе, и так в себе. Кстати, я совершенно как будто бы не устал. Не знаю, тут можно ходить вот так. Я совершенно как будто бы не устал. В отель хочется просто прийти и немножко отдохнуть. То есть, это не прям типа, ой, я летел всю ночь 9 часов. Не знаю, возможно, у кого-то и такое бывает. Но у меня нормально. Кстати, здесь разница с Москвой 4 часа. То есть, в Москве сейчас на 4 часа меньше, чем тут. А еще я иду вот по такому узкому тротуару. Между прочим, еще надо не забывать держать сумку. С документами и всем прочим. А тут что-то байкеры разъездились. Блин, конечно, тут не пешеходная совершенно дорожка. Ну да ладно, тротуар есть, я по нему иду. В принципе, все окей. Будут ли тут переходы? Вот тут я только что был. Не знаю, что тут за тема со светофорами. Я стараюсь всех пропустить тупо. Ну да, что-то вот так вот. Надо. Непонятно, в общем. Для машин как будто бы светофоры и есть. Вон там, вон там есть светофоры везде. А вот для пешеходов нет. В итоге я просто подошел к дороге, улыбнулся одному тайцу и спросил. Can I go? Right now. Он говорит, да. И я пошел. Вот так и живем. О, вау. Это какая-то школа. Я вам сейчас покажу, там дети вот что-то играют. Это русские. Не знаю, больше похоже на какой-то пионерлагерь. Но написано, что это скул. С меня уже льет, конечно, так знатно. Смотрите, потеем потихонечку. Девчонки сказали мне, спросили, куда я иду, я им объясню. Они сказали, что я тут не пройду и мне нужно пойти в обход. Ну, оно и понятно. А то странно как-то через школу. Они, кстати, тоже английский не особо знали. С ними мне было комфортно. Мы с ними на одной волне, как бы, понимаете? Ага. Ну, вот мы и пришли, в принципе. Давайте посмотрим, что тут у них внутри. Не, выглядит, кстати, симпатично. А что пацанам интересно? Тоже русские, что ли, а? О, нифига себе, там рыбы плавают. Я не заметил сначала. Автомат с едой, лаунж. Не, ну вроде, вроде кайфово. Там людей просто много, они вон все сидят, ждут, я не знаю. Очередь. Так, ну сейчас посмотрим, в принципе, что мы тут забронировали. Вот я поднимаюсь на этаж. Ага. Делюкс Фэмили. Блин, ни хрена себе контраст. Заценили, да, контраст? Лестница его тут. Давайте, погнали. Вот так вот. Инсерт. Сразу освещение включилось. А главное, кондиционер, это куда? Так. Любопытно. О, даже балкон есть. Это шкаф, я так понимаю, на три вешалочки. Ну ладно, хрен вам, а не обзор. Сейчас я буду сначала умываться. Пипец, блин, я, блин, в Таиланде. Слов нет. Круто, просто. Я даже сам не верю, я вчера был в Москве. Позавчера я покупал билет. Просто вот так вот, типа. Учитывая то, что это моя первая такая поездка, я думаю, вы понимаете мои эмоции. По крайней мере, стараетесь. Ладно, сейчас я, короче, буду умываться. Сниму с себя треники. О, да. А потом сниму вам обзор номера. Ну все.